Мы тренируем венчун, мы не тренируем классический бокс. У нас очень важная структура, очень важно понимать геометрию, принципы нашей структуры. За счет этого, если мы правильно входим в точку контакта, они вот так вот. Какой я сейчас ошибку совершил? Я просто зашел, коснулся его руки, не используя принципы генерации усилия, принципы наведения моста. Сейчас я получил в ответ удар. Я использую принцип наведения моста, разбития моста, вход. Вот сейчас я чувствую, что у него тело напряжено. Я могу использовать различные принципы выведения из равновесия, исходя из этого. Я чувствую, что он без равновесия, он еще очень сильно напряжен. То есть я еще бросок выполнить вряд ли смогу. Я выполняю определенное воздействие на область головы, область подбородка. И тогда я уже могу подсекать. Работаем еще пару минут. Первый принцип для броска. Я вхожу в счет ударных техник, потом бросаю. Второй принцип. Противник входит в счет ударных техники, я его бросаю, но он ошибается. И третий принцип это поглощение. Изучается на пятом, шестом уровне обучения. Вы должны понять, что как это используется. То есть я могу делать бросок, допустим, не вот только так, когда он входит. Вот я что-то сделал на его комбинации. И когда он провалился, выполнить бросок. Я могу вынуть его провалиться. То есть тут важно понимать, как это делать. То есть я не могу это сделать, когда он атакует меня джебами. Нужно ему вынудить. Если он не проваливается в счет мощного удара, просто атакуют резкими движениями по принципу джеба. Не провалится, вряд ли его смогу поглотить. И я могу вынудить, обмануть. То есть немножко отойти от принципов, которые мы изучали ранее. То есть навести мост, убежать. Навести мост, убежать. Если я вижу, что он очень подвижный. Опять же, это только вынудить. То есть это не относится к постулатам ничего. Вот, допустим, сейчас я объясню. То есть я стою в Юджикима. Базовый принцип поглощения. Поворачиваюсь, укореняюсь. Задача выйти в 90 градусов, чтобы моя центральная линия была моим плечом. Я нахожусь очень близко, на дистанции третьего клана. И вот центральная линия, центральная линия 90 градусов. Вот, он атакует. Вот, я нахожусь близко. Я уже могу бросать его. Допустим, он атакует хуком. Достаточно тяжело объяснить. Это нужно чувствовать. Опять же, должен его вынудить. Он провалился. Иначе вряд ли я смогу его поглотить и в дальнейшем бросить. Вы должны сейчас понять на этом мастер-классе, семинаре, принцип, а не технику. Достаточно сложно его попробовать. Еще раз. Это поглощение силы противника во время удара. Я потом могу использовать бросок, решение баланса в дальнейшем, увеличить его. Вы должны быть выстроены правильно. Правильно. Начинаем работать так. Становитесь. Юджикима. Стопа, таз, рука. То есть, такой принцип сейчас сделаем. Стопа, таз, рука. Рука показывает, что корпус расслаблен. Стопа, таз, руки расслаблены. Показатель того, что верхний плечевой пояс расслаблен. Мы должны выйти на 90 градусов. Не взяли, пошли. Показатель. Можно рассматривать. Не взяли. Немного скручиваешь. Положите. Ты уже готов сам. Готов попасть. Все приеду. Хорошо. 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 Я смогу. Для заднего. Весно. Я смогу. Да. Весно. Задний. Дальше. Весно. Окей. И. сейчас попробуем становитесь друг напротив друга один юджики ма любовь чем сама уносит удар очень важно чтобы удар был достаточно сильным чтобы была сила воды я могу использовать поглощение и дальнейшем бросок